Бюджет Ненецкого автономного округа 2020 года в деталях. Депутаты окружного собрания рассмотрели вопросы секвестирования главного финансового документа региона. Такое решение было принято на Палате законодательных предположений. На заседании постоянной комиссии по бюджету парламентария обсудили сокращение расходов по департаменту строительства ЖКХ и связи. Заседание постоянной комиссии по бюджету и экономике начинается с доклада главного финансиста региона Татьяны Лагвиненко. Депутатов интересует прогноз доходов окружного бюджета. Несмотря на относительно хорошее исполнение сейчас, мы получаем пока доходы. А теперь это когда-нибудь было еще не походу. В прошлый год, значит, и на первый квартал, значит, было меньше, было нормально. Поэтому сегодня те открытые данные, которые опубликованы у нас на сайте, они реальны. Значит, и вы, наверное, все пока из населения не ощутили особых проблем с финансированием. Но, тем не менее, упадение будет, потому что, во-первых, пандемия, снижается налог на прибыль, значит, и нефть, она пока не достигает тех размеров, которые она запланирована. Несмотря на рост цены на нефть, специалисты прогнозируют падение доходов на сумму более 3 миллиардов рублей. По прогнозу налоговой инспекции, несколько меньше. Прибыль от нефти, конечно, будет, но не в тех размерах, которые ожидали при верстке бюджета. Объективно, для сокращения доходной части бюджета необходимо учитывать порядка 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Это выпадение налога на прибыль, которое прогнозировалось ранее. К нему добавится 1 миллиард 800 миллионов. Это недополучение доходов от Харьегинского СРП. Ну, в общем, 102 РГУ. У нас было принято распоряжение по секвестру расходов. Ну, наслышанное, наверное, все, где мы сняли часть строек, часть расходов. Вот тогда, после, в том числе, было освещение 24-го апреля. Вот, кстати, мы сняли линиты с тем, чтобы допустить торгов и уже вести переговоры, поскольку мы не сможем обеспечить всю расходную часть, запланированную в окружном бюджете на 2020 год. Тем не менее, департаменты не готовы жить по средствам и просят увеличить расходы, сказала Татьяна Лагвиненко. Но секвестировать все же придется. Единственное, что останется неприкосновенным – социальные программы. Также в этом году продолжится строительство автодороги на Усинск. На эти цели выделяются федеральные средства. Что касается секвеста бюджета, в районе 1,3 млрд рублей деньги, которые были запланированы на дорогу, будут. То есть, Росавтодор выделяет. Что касается школы, поселка Искателей, проект будет готов. Финансирование под школу есть. Со следующего года будет производиться стройка. Сегодня на комиссии парламентарии рассматривали сокращение расходов по линии департамента строительства ЖКХ и связи. Каждый пункт обсуждают детально, особенно вопросы строительства на селе. На заседание был приглашен глава Юшарского сельского совета Дмитрий Вылка. Предполагалось, что будут сниматься 20 млн, которые предусмотрены на строительство домов на Варнаке. Депутаты, конечно, с этим не согласились. Объективные причины имеют место быть со стороны департамента. Но необходимо всегда вовремя проводить работу. То же самое возник вопрос по строительству садиков в Харивере и в Нель-Миносе. Проблема Харивера – строительство нового здания для детского сада. Существует она не один год. И надо находить пути решения, считают депутаты. Постоянно идет вопрос о том, что мы все время разрабатываем новые проекты, какие-то ПСД. Потом нас осуществляем привязку к земельному участку. Необходимо, чтобы были типовые проекты, о чем все время говорит. Мы сегодня прописали в том числе в решении в комиссии о том, чтобы были разработаны такие типовые проекты, которые имели место быть, например, на 50 мест, на 80, на 70 мест детей, например, это в садике или в школе. И уже непосредственно привязывать на участку и начинать строительство. Не менее важная для сельчан статья расходов – строительство дорог в муниципалитетах. Отметим, что эта статья также осталась в бюджете. Ну, учитывая все проблемы с бюджетом сегодня в округе, вопрос по строительству дороги в Хангуре, он стоял остро. Глава муниципального образования обращалась с депутатом по поводу того, что необходимо эти деньги оставить. У департамента ЖКХ было другое мнение. Мы сегодня на комиссии по экономике этот вопрос обсудили. В общем-то, действительно, это важное мероприятие. Учитывая то, что торги уже состоялись, контракт заключен, деньги в бюджете остаются, мы сегодня приняли решение, и дорога будет построена, что очень важно для жителей, еще раз скажу, поселка Хангурея. По итогам работы бюджетной комиссии депутаты выработали ряд рекомендаций для департамента строительства и департамента экономики, которые необходимо учесть при внесении изменений в бюджет 2020 года на июльской сессии.